Сегодня ночью на реке Вятки произошло чрезвычайное происшествие впервые за несколько лет. Сотрудники охотнадзора обнаружили на реке браконьеров, которые ловили рыбу при помощи взрывчатого вещества. Сейчас нарушители задержаны и дают показания. В 4.30 утра сотрудники охотнадзора провели рейд по Вятке и, не доезжая до Загарского моста, увидели лодку с двумя рыбаками. Мы к ним подъехали, представились, попросили у них документы, судовой билет и документ на управление маломерным судом. У них этого не оказалось, они нам предъявили корочки внештатного инспектора ГИМС. Уже одно то, что человек с корочками внештатного государственного инспектора по маломерным судам обнаружен в такой ситуации, о многом говорит. Но в то, что произошло дальше, просто не верится, если не видеть своими глазами. Далее мы осмотрели лодку, в лодке обнаружили три мешка с сетями, один мешок с рыбой и один мешок с проводами. Он меня больше всего заинтересовал. Я этот мешок посмотрел, провода достал, на дне мешка лежали два свертка. Свертки вскрыли, там были два предмета, похожие на взрывчатку. Подводные ударные волны от взрыва оглушают рыб и разрывают их плавательные пузыри. Это приводит к резкой потере плавучести. Только небольшое количество рыбы всплывает на поверхность. Большинство опускаются на дно и гниют там. Взрывы без разбора убивают массу рыбы и других речных организмов, находящихся поблизости, и могут повредить и даже уничтожить физическую среду их обитания. Вы имеете какое-то отношение к ГИМС? ГИМС? Ну, так-то есть. Помогаю иногда бывает. Давно ли вы занимаетесь браконьерством? Нет, первый раз. Вы знаете, что запрещено с помощью взрывчатых средств? Да так, что-то слышал американ. Как намереваетесь дальше жить? Лучше. Будете продолжать так работать? Нет. Кроме сотрудников Центра охраны и использования животного мира Кировской области, за порядком на реке следит и другая организация, специализирующаяся только на водных ресурсах. Это Рыбнадзор. Как так получилось, что нарушители поймали охотнадзор? Допустим. Вопрос интересный. Я бы сразу не готов ответить. Насколько я знаю, что постоянно на реке находиться не будешь. Круглосуточно. Река длинная. Да, и река длинная. Река длинная, но рыбаки и сотрудники надзорных органов прекрасно знают рыбные места. Знают, где находятся ямы, в которую рыба залегает на зимовку. Знают и привычки некоторых местных жителей к незаконной ловле рыбы сетями. Так сказать, традиционно экологически криминогенные зоны на вятке. Одним словом, знают места, где шансы поймать браконьера очень высоки. Наша служба, постоянно выезжая на охрану околоводных животных в район Загарского моста, Мурыгина и речного порта, постоянно сталкивается с браконьерством. Задержания происходят не одной, двоих групп, а до трех, до четырех. Последний случай, который сегодня в 4.45 случился, когда задержали нарушителей с двумя устройствами для подрыва рыбы, это вообще выходит и за рамки здравого смысла. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции, саперы ОМОН и представители всех экстренных служб. Берег оцепили полицейские. Саперы установили, что подозрительные предметы, два запаянных обрезка металлической трубы с порохом внутри и электрическими проводами для подрыва содержимого, действительно могут быть взрывоопасны. Кроме этого, в лодке находился аккумулятор для приведения устройства в действие. Рыбаки двойки ровчан 1956 и 1957 годов рождения задержаны. Подозрительные предметы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД. Проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область.